Разрешенные битвы целой армией. В поединках за шахматной доской сошлись 64 участника. И прослеживается хорошая тенденция. Игра молодеет. Занятия есть и в детских садах. Поэтому турнир сделали открытым для всех желающих. Хоть участники и юные, но сражаются по-взрослому, по швейцарской системе. В первом туре по жильевке играет, а потом победители играют с победителями, проигравшие играют с проигравшими и так далее. В результате 9 туров, а у нас соревнования будут проходить 9 туров, выявится сильнейший. Результаты подводятся отдельно среди мальчиков и девочек, а также и отдельно по возрастам. Против воспитанников клуба «Вундеркинд» пришли выступить мальчишки и девчонки разных учебных заведений. Среди участников и будущие защитники – суворовцы. Молодая команда в училище появилась всего три года назад. Турнир будет для них просто хорошей тренировкой и приобретением навыков практической игры в официальных турнирах. Ну, у нас руководство придерживается такой позиции, что надо использовать все возможности для того, чтобы они чаще играли и набирались опыта. Наша команда достаточно молодая. Старшую группу участников составили ученики третьих-седьмых классов. И лучшим в этой категории стал Александр Орлов из 29-й гимназии. Представительница этой же школы Лилия Мельникова стала победительницей у девочек. В младшей возрастной группе соперничали дети первых-вторых классов. Из золота заработали Семен Сук из восьмой школы и Лариса Алхименкова из четырнадцатой. А вот среди дошколят отличились Назар Коновалов из сорок пятого детского сада. Продолжение следует...